Всем привет! В прошлый раз я рассказывала, как сделать фронт-ролл или инвертный фронт-ролл. В этот раз я поговорю о другом виде вращения вперед, о S-бенде. S-бенд это вращение вперед, при котором вы сначала вылетаете в рейли, и когда доска выйдет вровень с головой, задаете вращение. Для S-бенда нужно хорошо уметь делать рейли, чтобы отталкивание было четким и была хорошая высота. На S-бенд нужно заходить так же, как на рейли, но не ставьте кайф слишком низко, иначе может не хватить времени для вращения. Вы заходите, как на рейли, но ногу переднюю немного сгибаете. Так будет проще потом задать вращение. После того, как вас вытягивает, опускаете голову между руками и смотрите через заднее плечо. Тем самым вы задаете вращение. После того, как оно закончилось, нужно сгруппироваться, потянуть планку коленем, направить доску вниз по ветру и приземлиться. Если у вас не получается задать вращение, значит, скорее всего, вы не опустили голову между рук, а оставили ее наверху, это мешает задать вращение. Так что помните о том, что ее нужно обязательно опустить и посмотреть через заднее плечо. Если не хватает времени на вращение и вы падаете в воду, значит, вы недостаточно сильно оттолкнулись, либо кайт стоял слишком низко. Если наоборот вас перекручивает, значит, кайт ушел на 12. Следите за тем, чтобы вытянули переднюю руку. На S-Band очень сильно тянется задняя рука, поскольку, когда вы задаете вращение, то вы больше на нее опираетесь. Спасибо за внимание. В следующий раз мы добавим сложности к уже изученному нами трюку рейли. Будем разъявлять его в TwoSide. Этот трюк называется Crypt. Продолжение следует... Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»